Добрый вечер, в эфире новости на телеканале Югра, в студии Лариса Мацур. В Нижневартовске стали известны итоги экспертизы домов соседних с пострадавшим в результате взрыва газа. В Сургуте проходят рейды по елочным базарам. Пациенток Сургутского центра охраны материнства и детства порадуют новогодним меню. В Югре открыли первый семейный МФЦ. Наш регион вошел в число пилотных территорий по созданию семейных многофункциональных центров. Большинство документов и справок, подтверждающих права на получение пособий и льгот, сотрудники центров могут запрашивать без участия самих граждан в режиме одного окна. К запросам каждой семьи планируют подходить индивидуально с изучением ситуации, разработкой программы предоставления соцуслуг и консультациями профильных специалистов. Пока мамы и папы заняты делом детям, не придется скучать в очереди. Для них обустроена сенсорная комната и доступны различные мастерские. Также на базе семейного МФЦ работают детские семейные психологи. По оценкам сотрудников центра, в течение дня его смогут посетить до 150 жителей Югры. Такой же центр весной откроется в Сургуте, а затем и в других населенных пунктах округа. Семейные многофункциональные центры – это следующий новый этап в развитии социальной работы с семьей и с детьми. Когда многое, что уже наработано, аккумулируется в одном пространстве, плюс привлекаются ресурсы коллег из других ведомств, которые тоже работают с семьей, но по-другому. Житель Югры, он получит в первую очередь, в моем понимании, расширение перечень ситуаций, когда он вправе рассчитывать на государственную поддержку, помощь и участие. Второе. Существенно сократится время между появлением ситуации и откликом, то есть получением того, чего ты хочешь от государства в этой системе. Мы сокращаем дистанцию и расширяем диапазон. Специалисты озвучили результаты экспертизы по состоянию домов 4А и 8А по улице Мира в Нижневартовске. Напомним, год назад в результате взрыва газа была разрушена пятиэтажка. Около месяца назад ее демонтировали. Примыкающие к снесенному зданию дома исследовали эксперты. Итогами своей работы они поделились на очередной встрече жителей, представителей правительства Югры и сотрудников Нижневартовской администрации. Предыдущая встреча с жителями домов 4А и 8А у улицы Мира состоялась две недели назад. Ее итогом стали поручения, которые дал специалистам заместитель губернатора Югры Азат Ислаев. Главное – проведение экспертизы зданий соседних с пострадавшим. Исследования проводили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Онлайн-участие во встрече принял ведущий научный сотрудник учреждения Геннадий Нигметов. Когда начали разбирать и прошло определенное время после воздействия, как это ни странно, но состояние зданий в основном улучшилось. Это показали динамические испытания. Если у нас было ограничено работоспособность, то стало работоспособность. Состояние зданий после демонтажных работ стабилизировалось. Специалисты института по просьбе жителей и местных властей рассчитали остаточный ресурс дома 4А. Он составил порядка 18 лет. Причем этот расчет основан на скорости снижения жесткости, ну как бы съедается жесткость и то, какой запас жесткости остался. Также местные власти отчитались по выполненным поручениям. Параллельно с разбором завалов снесенного дома велись работы на соседних зданиях. То, что касается поручения и завершения работ по ремонту крови или утепления торцов фасада домов 4А и 8А, то на сегодня у нас работы завершены, соответствующие объемы, они приняты. Вскоре подрядчики уберут ограждение места проведения работ. Летом здесь проведут благоустройство территории. Есть у нас определенное решение по наведению порядка при домовой здесь территории. Сделать ее красивой, нормальной и благоустроенной. Поступающие обращения жителей находятся на контроле у прокурора Нижневартовска. Для того, чтобы эту информацию, если вдруг там что-то появится, то, что не отражено в экспертизе, на комиссии, используйте. Также в квартирах домов 4А и 8А проведут дополнительную проверку температурного режима. О результатах и принятых мерах будет известно в середине января на заседании межведомственной комиссии. Михаил Светышев, Евгений Лоскутников, Сергей Зайкин. Телерадиокомпания «Югра». Нижневартовск. 2600 тонн гуманитарной помощи в этом году отправили югорчане на Донбасс. В эти дни в Сургуте упаковывают последние в этом году партии коробок для жителей освобожденных территорий. Объемы отсылаемых грузов за этот год выросли более чем в два раза. К работе, как говорят в гуманитарном добровольческом корпусе региона, подключаются все больше людей. Так только работники сургутской администрации за этот год собрали для линии боевого соприкосновения более 800 коробок добра. Сейчас добровольцы собирают посылки как для бойцов СВО, жителей Донбасса, так и для раненых солдат, которые находятся в госпитале Ростова-на-Дону. Накануне «Югра» взяла под патронаж больницу. Сейчас там работают югорчане, которые помогают медикам в уходе за ранеными. Для них собирают перевязочные материалы, медикаменты и вещи. На сегодняшний момент очень требуются для этого госпиталя салфетки влажные, трусы, носки, футболки, костыли, коляски, инвалидные полы. Ну и вообще сладости. Чтобы стать добровольцем вообще, можно просто обратиться к нам, помогать нам на складах, помогать в пунктах приема гуманитарной помощи. Для того, чтобы попасть в Ростов, в новый госпиталь, нужно также оставить заявку у нас на сайте. Акция «Нижневартовск. Детям Донбасса» благополучно завершилась. Новогодний карнавал из Югры посетил более десятка населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Представители общественных организаций, Совет отцов Нижневартовской, Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества передали праздничные подарки в образовательные учреждения новых регионов. В ответ юные жители Донбасса поздравили югорчан с наступающим Новым годом. Видеопоздравление представил председатель Совета отцов Нижневартовской Николай Туманов. Уважаем слова благодарности городу Нижневартовску. Заказываю помощь наступающим Новым годом. «Спасибо за вашу доблоту! Спасибо за вас! Спасибо за Канады! Поздравляем с Новым годом! Мы вас тоже хотим поздравить с Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! С Новым годом! Нового года не будет? В Сургуте проверяют елочные базары. Всех нарушителей, у кого нет перечня необходимых документов, обещают забирать в полицию. А товар, главный символ новогоднего чуда, конфисковать. Наш корреспондент Ольга Придоха отправилась в рейд и как могла попыталась спасти праздник. В предновогодние дни в Сургуте проходят рейды по елочным базарам. Представители администрации города проверяют наличие у продавцов разрешающих документов на продажу елок, порубочные талоны и, собственно, разрешение на то, чтобы стоять, как правило, на муниципальной земле. Будем проверять у вас законность вашего здесь нахождения, наличие документов на елочную продукцию. Вы можете предоставить, да? Продавец, так скажем, предоставил нам карантинный сертификат на елочную продукцию. Также он предоставил нам товарно-транспортную накладную, которая подтверждает законность перевозки елочной продукции в данное место. Вот только нам еще гражданин не предоставил документы, которые должны подтверждать разрешение на нахождение на муниципальном земельном участке. За это в отношении него будет составлен протокол по статье 37 102 окружного закона и назначен административный штраф при первичном от 1000 до 3000 рублей. Пожалуйста. Проверка вашей елочной продукции. Пожалуйста, пожалуйста. Документы на елку. Документы не у меня. А где? Ой, надо позвонить. Надо звонить, чтобы привезли. Дело посерьезное. Вы где чаще покупаете? Чаще здесь. А вам важно, чтобы там сертификаты были, разрешения? Сказал, что все есть. Вы спросили? Спросил, сказал, что все есть. То есть вам это важно? Да, конечно. А почему важно? Ну, потому что экологически чистая должна быть. Домой несете, никуда не будет. В администрации города рассказывают, что у нас по Сургуту 11 таких точек. Практически большая часть из них имеет все необходимые разрешения. В случае, если продавец не имеет разрешающих сертификатов на вырубку ели, ему необходимо будет проехать в пункт полиции, дать объяснение, а все эти елки должны будут конфисковать. Вы каждый год из Башкирии возите? Да, да. А почему именно оттуда? Ну, качественные елки зеленые. В городе смотрели, какие елки есть. А эти не желтеют? Нет. Все есть документы? Есть все. Все нормально, все чисто. Сложно вообще вот так вот такой бизнес везде? Легкого сейчас ничего нету. Легких денег нету. Вы сами-то сургутские? Нет. С Краснодарского края. Продам, продам, что не продам. Церковь отдам. Зачем церковь? Ну, крещение. Ольга Придоха, Игорь Батищев, телеканал Югра, Сургут. Зимники Березовского района временно не работают. Закрыли их из-за того, что были нарушены весовые ограничения. На сезонных дорогах действовали ограничения для транспорта массой более 5 тонн. Их вели по причине неблагоприятных погодных условий. Между тем, тяжелый транспорт так и продолжал ездить. В итоге разрушено полотно на зимниках Игрим Сартынья, Сартынья-Сосьва, Сосьва-Ламбовош, Ламбовош-Саранпауль и газовая трасса Саранпауль. На указанных зимних дорогах теперь движение полностью перекрыто для всех видов транспорта. Ограничения введены до восстановления полотна проезжей части. 22 населенных пункта Югры посетила поликлиника на колесах. Врачи мобильной бригады подводят итоги осенне-зимней навигации в удаленные поселения. Передвижная поликлиника проехала по Нефтьюганскому, Кандинскому, Ханты-Мансийскому и Нижневартовскому районам. В составе бригады работали врач общей практики, кардиолог, гинеколог, офтальмолог, хирург, рентгенолог и другие специалисты. В короткие сроки жители сельских поселений смогли пройти узких специалистов и необходимые процедуры. Особенно востребованы ультразвуковые исследования. Чаще всего у пациентов диагностировались апистархоз, мочекаменная болезнь, воспалительные процессы, патологии щитовидной железы. При выявлении недугов доктора направляют на дообследование в районные больницы или окружные центры. Добавлю, медицинскую помощь от врачей передвижной поликлиники в этом сезоне получили более трех тысяч человек. Для шестилетней сургутянки свершилось настоящее новогоднее чудо. Волшебниками стали сердечно-сосудистые хирурги окружного кардиодиспансера. Специалисты столкнулись с крайне редким случаем. К слову, он стал первым таким в их практике. У маленькой Татьяны все началось с высокой температуры, которая держалась на протяжении нескольких дней. Девочку госпитализировали в сургутскую ОКБ с подозрением на менингит. Диагностика показала, в сердце ребенка попала инфекция. А ортальный клапан был разрушен. Врачи незамедлительно связались с коллегами из кардиоцентра. Состояние пациентки было тяжелым. Организм за время борьбы с заболеванием очень ослаб развился сепсис. Протез интоксикация. Хирурги поставили девочке протез ортального клапана. Сейчас Таня идет на поправку. Впереди девочку ждет реабилитация в Нижневартовской окружной клинической детской больнице. Ситуация очень серьезная, но сработали врачи очень быстро, оперативно и смогли сделать, мне кажется, невозможное. Поставили Танюшу нашу на ноги, за что им очень большое спасибо. В Югорске на скамью подсудимых сядет директор турфирмы, обманувшая 12 клиентов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Женщина присвоила чужие деньги, используя свое служебное положение. По версии следствия, директор туристической фирмы с ноября 2019 года по август 2020 года подыскивала для клиентов туры и заключала с ними договоры. Она получила от граждан деньги в счет оплаты путевок. Средства перечисляла туроператорам. Однако ковидные ограничения скорректировали планы путешественников. За границу вылететь было нельзя. И директор турфирмы отозвала путевки обратно. Полученные денежные средства присвоены и использованы в личных целях. В результате незаконных действий обвиняемой гражданам причинен ущерб на сумму более полутора миллионов рублей. У югорских школьников лучшие условия для успешного будущего. Югорские практики трудоустройства молодежи стали лучшими в конкурсе Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации. Глава региона Наталья Комарова на страницах в соцсетях рассказала, что победителем в номинации «Сопровождение от образовательной организации до рабочего места» стало общество с ограниченной ответственностью «Газпром-Трансгаз-Сургут». Выпускники «Газпром-Класса» могут поступить в высшую учебную организацию по образовательной квоте компании. Всего такой возможностью с 2018 года воспользовались 73 югорских школьника. Третье место в номинации «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» занял археологический лагерь «Импульс» Солымской школы номер 2. Юные югорчане участвуют в раскопках, очищают лес от мусора, занимаются исследованиями в области краеведения и знакомятся с историей края. Проект прививает детям здоровый образ жизни, учит ответственности и помогает найти первую работу. Что обсуждают югорчане на просторах интернета, смотрите в нашей рубрике «Югра-онлайн». Югорчане впервые в истории выиграли Кубок России по рыбной ловле. Кроме того, житель округа Фарид Мануров стал чемпионом. За 12 часов он смог поймать около 1100 рыб. Турнир проходил в сложных погодных условиях в Новосибирской области. Всего в югорской команде рыбаков было три человека – сургутянин и два вортовчанина. На Кубке России за победу боролась 21 команда из 13 регионов страны. Но югорский клев оказался лучшим. В Нефтьюганске для школьников сделают бесплатным проезд в автобусах. Такое решение приняли на заседании Городской думы. В связи с окружным законом, устанавливающим запрет на высадку из общественного транспорта лиц младше 16 лет не оплативших проезд, в список теперь включена категория учащихся образовательных учреждений. Кроме того, депутаты предложили сделать бесплатным проезд для участников СВО и членов их семей. Эксперты уже прорабатывают реализацию этой меры поддержки. В Ульт-Ягуни открыли молодежный центр. В его стенах разместились объединения по направлениям медиа, творчества и добровольческой деятельности. Также там работают гончарная мастерская и каворкинг-зона, которая оборудована настольными играми, кинопроектором, настольным футболом и консолями PlayStation 5. Отмечу, что это уже восьмой молодежный центр в Сургутском районе. В Сургуте появилась дорога по улице Усольцева. Она станет частью магистрали, которая свяжет улицу Есенина с Тюменским трактом. И сразу пять микрорайонов – 36-й, 39-й, 40-й, 41-й и 42-й. Впрочем, этот участок трассы станет только первым из трех. Два остальных от улицы Шедловского до Белецкого, а следом до Аэрофлотской уже проектируют. Дорогу построили в том числе и для жителей новых жилых комплексов, которые появились за последние годы в западной части Сургута. Магистраль по улице Усольцева обошлась городу в 455 миллионов рублей. Ее протяженность – почти 750 метров. Специально для нового объекта подрядчик проложил инженерные коммуникации, в том числе новую линевку, чтобы дорогу не подтапливало, а также тротуары и велодорожки. В ближайшие несколько лет мы увидим соединение от улицы Аэрофлотской до текущей территории транспортной магистрали. То есть это поможет разгрузить? Конечно, конечно. Не только разгрузить, но и наладить транспортное сообщение в данном микрорайоне, подъезды к школам, между домами разъезды. То есть улучшат транспортное сообщение. Автомобильная магистраль построена по контракту жизненного цикла. Такую практику власти муниципалитета внедрили впервые, но уже отметили. Инициативу будут продолжать. Контракт жизненного цикла предполагает строительство и обслуживание объекта, что называется «под ключ» одним подрядчиком. Компания «Северавтодор» занималась подведением всех коммуникаций и инженерных сетей. Строила саму дорогу, тротуары, а также устанавливала светофоры и обязуется обслуживать участок в течение четырех лет. При таком формате работы претензии от заказчика властей города будут исполняться в разы быстрее. Нам работать было удобно с данным контрактом жизненного цикла, потому что мы выполняем весь комплекс работы от строительства и содержания. То есть какие-то нюансы, если по проектированию возникают, то эти вопросы мы сами для себя решаем. Сургутский центр охраны материнства и детства порадует пациентов в новогоднем меню. Им предложат мандарины и другие фрукты, а также праздничную выпечку. Но не каждый день, чтобы не нарушать сбалансированное питание. О пищевом, конвейере и самом крупном роддоме Урфо расскажет Екатерина Нефедова. Вот так складно семь человек накормят всех пациентов Центра охраны материнства и детства. Первое, второе и компот бережно упаковывают в закрытые контейнеры, где сохраняется тепло, аромат и герметичность. Систему пищевого конвейера в Сургут привезли еще задолго до строительства самого центра. Мы поехали учиться в федеральный институт НИИ эндокринологии и питания города Москвы. Мы там посмотрели полностью всю эту систему таблет питания пациентов. И с этой технологией мы приехали в этот центр и спроектировали наш пищевой блок под эти все технологии. Шестиразовое питание положено всем пациентам центра вне зависимости от отделения и возраста. Кормят вкусно, сытно и часто. Все по приказу Министерства здравоохранения России. Повара ориентируются только на медицинские показания пациентов. Есть несколько диетических столов и рекомендации врачей. У нас питание по 14-дневному меню, сбалансированное, соответствует нормативным документам, соответствует нормам, прописанным на федеральном уровне. Беременным можно сок, а кормящим уже его нельзя. Кормящим больше молока. Свежие овощи тоже кормящим в ограниченном количестве. Беременным побольше. Попробовать второй раз одно и то же блюдо редко удается пациентам центра охраны материнства и детства. Только если пришлось задержаться в лечебном учреждении. Повторяется меню здесь раз в две недели. А если пациенткам хочется вкусняшек или изысков, их можно заказать из кафе, не выходя из палаты. Здесь альтернатива есть питание такое, то есть заказ в кафе можно сделать. И мне кажется, это очень прекрасная такая услуга, потому что, если, например, хочется чего-то вкусного, или, например, родственники не могут доставить тебе передачку, ты можешь заказать тут же онлайн, и тебе принесут это в палату. Это очень удобно. Поэтому это, мне кажется, очень доступный такой сервис. И это классно. Зная о необходимости беременных пациенток питаться не только сбалансировано, но и с учетом вкусовых предпочтений, сотрудники центра организовали кафе. Все для удобства. Заказ через QR-код, большое меню, десерты, свежесваренный зерновой кофе и многое другое. На новогодние праздники пациентов тоже не обделят вкусняшками. В меню появится необычная праздничная выпечка, традиционные мандарины и другие фрукты. А вот майонезных салатов, оливье и селедки под шубой пациентам центра охраны материнства и детства попробовать не удастся. Они просто не рекомендованы к употреблению будущим и молодым мамам. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадиокомпания «Югра», Сургут. За неделю до праздника у каждого третьего югорчанина появилось новогоднее настроение. Это показывает опрос, проведенный сервисом «Суперджоп». Так, 34% югорчан находятся в приподнятом расположении духа и чувствуют новогоднее настроение. 11% опрошенных признались, что имитируют радость ради близких. 40% респондентов не скрывают отсутствие новогоднего настроения. Женщины радуются приближению праздника чаще мужчин. 35% и 33% соответственно. Новогоднего настроения больше у респондентов, которые зарабатывают от 80 тысяч рублей. Самотлор «Нефтегаз» нефтяной компании «Роснефт» провел целый ряд мероприятий для школьников Нижневартовска, среди которых и активисты движения «Первых». Подробнее об интеллектуальном квизе и мастер-классе от знаменитого хоккейного тренера узнаете далее. Где находится самый большой заповедник? Правда ли, что электромобили все-таки наносят вред природе? И что можно сделать, чтобы оздоровить окружающую среду? На эти и другие вопросы отвечали участники интеллектуального квиза, который провели для школьников молодые специалисты самотлор «Нефтегаза». Данный квиз направлен на просвещение школьников в области экологии. Кроме того, хочется познакомить их с «Нефтегазовым делом». Также, чтобы школьники поближе пообщались с молодыми специалистами, задали им интересующие их вопросы. Эта работа проводится в рамках программы «Школа-вуз-предприятие». Помимо работы по профориентации, предприятие регулярно выступает инициатором масштабных экологических мероприятий и благотворительных проектов. Не остается в стороне и спорт. Так, после традиционного корпоративного товарищеского матча по хоккею «Время новых свершений» все желающие смогли принять участие в мастер-классе от тренера-профессионала, заведующего отделением спортивной школы Олимпийского резерва «Самотлор». К спорту приобщили молодежь, пригласив на мастер-класс активистов движения «Первых». Я хотел посмотреть, как играют наши спортсмены, наши хоккеисты, посмотреть, насколько это интересно. «Самотлорнефтегаз» – один из ключевых социально ответственных работодателей региона. Поддержка интереса к спорту и здоровому образу жизни – это неотъемлемая часть социальной политики компании. И это были все новости к этому часу. Хорошего вечера. Увидимся на телеканале «Югра». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!